Девушки отдыхают Приветствую, юных любителей математики! Здравствуйте, коллеги! Здравствуйте, профессор Пифагор! Ну что, разомнёмся! А как же, я уже соскучился по математической разминке! Давайте вспомним состав числа 10! Это поможет нам решать сегодняшние задачки! У числа 10 несколько составов! Например, 1 и 9 2 и 8 3 и 7 4 и 6 5 и 5 Ещё 0 и 10 Очень хорошо, что ты вспомнил про число 0! Если к любому числу прибавить 0, то получится это же число! Профессор, а мы уже закончили разминку? Нет-нет-нет! Сейчас начнём самое интересное! Вам предстоит не считать, а вспоминать, очень быстро отвечать! Как-как? Очень быстро отвечать, не считать, а вспоминать! Начали! Однажды в жаркий денёк пекемот Мотя выпил 10 стаканов сока и компота! Сока Мотя выпил 7 стаканов, а компота... Три стакана! Точно, Веснушка! Вася Петрову задали на дом 10 примеров на вычитание и сложение! На сложение было 4 примера, а на вычитание... 6 примерчиков! Правильно! Мама испекла 10 пирожков, 5 съели за завтраком, сколько осталось? 5! Понятное дело! Прекрасно, друзья мои! Вижу, что задачки на состав числа вы уже щёлкаете, как орешки! Хех! Нам бы ещё что-нибудь пощёлкать! Да, крепко! Но только чтобы зубки не сломать! Пощёлкаем непременно! Тема сегодняшнего урока – задачки на сложение в пределах двух десятков! Двух? Ого-го-го! Не пугайтесь, а слушайте первую задачку! Девочка Катя собрала для своей мамы красивый букет! Она пошла на лук и сорвала 7 ромашек и 8 бузыльков! Сколько всего цветов получилось в букете? 7 плюс 8 – это трудно! Сразу не сосчитать! Понятно, что Катя собрала больше десяти цветков! Ну, вот сколько, а? А как вы будете считать, друзья? Какие есть идеи? Ну, можно прибавлять по одному! 7 плюс 1 – 8, 8 плюс 1 – 9, 9 плюс... Ну, так долго! Ну, а что же делать? Как считать-то по-другому? Да, ничего в голову не приходит! Ну, складывать такие числа на самом деле просто! Сейчас я вам объясню! Ну, чтобы вы хорошенько всё запомнили, будем записывать решение задачки на доске! Профессор! Ну, неужели в самом деле... Ой! Стихи получились! Хе-хе-хе-хе! Неужели складывать такие числа просто? Да, я просто уверен в этом, Веснушка! Вспомним нашу сегодняшнюю разминку! У нас есть два слагаемых – число 7 и 8! Давайте первое слагаемое – число 7! Дополним до 10! Дополним? А что это значит? Да это понятно, Шунь! Это значит, сколько нужно прибавить к 7, чтобы получилось 10! Правильно, Зубок! А для того, чтобы сделать это быстро, вспомним составы числа 10! А-а-а! Поняла! А-а-а! Чтобы получилось 10, к 7 нужно прибавить 3! Отлично! А теперь сосчитайте, сколько нам еще нужно прибавить к 10, если второе слагаем 8, а 3 из 8 мы уже прибавили! Так-так-так-так-так-так! 3 из 8 прибавили! Осталось прибавить 8 минус 3 – 5! Ну, теперь сложите все числа и скажите сумму! Ха-ха! Вот теперь очень легко! 10 плюс 5 – 15! А-а-а! В букете, Кате, 15 цветов! Ну, вроде бы и правда не трудно, но все-таки так долго приходится считать! Чтобы складывать числа в пределах второго десятка быстро, нужно потренироваться! Попробуем решить еще одну задачку! Карлсон, который живет на крыше, обожает плюшки! Однажды он съел за один присест 6 плюшек с вареньем и 5 с медом! Сколько всего плюшек съел Карлсон? Значит, к пяти нужно прибавить 6! Сначала дополним 5 до 10! Правильно, профессор? Верно! Так, это будет 5 плюс 5! Веснушка, теперь я! Я тоже хочу! Пожалуйста! Пять мы уже прибавили! А всего нужно прибавить 6! Значит, останется прибавить еще один! Дайте мне задачку дорешать! Так, 5 плюс 5 плюс 1 будет 11! Ну, на этот раз быстрее получилось! С каждым разом вы будете складывать числа все быстрее и быстрее! Надо только тренироваться! Обязательно решайте дома такие задачки! А наш урок закончился! До встречи в Шишкиной школе, юные любители математики!